Так, я думаю, что, наверное, видно моё дерево Бодхи. О, да, оно растёт, слушай. Это на самом деле дерево Бодхи, да? У меня персональное дома дерево Бодхи. Оно маленькое, правда, но тем не менее под ним сидит Будда, и это очень символично. Причём он сидит в стадии максимального истощения. То есть на пути просветления очень много всё... У меня тоже в этом столе исторический Будда. Как раз из раннего буддизма очень изящное такое изображение, очень красивое, наполненное духами разных эпох и разных времён. И где-то у меня там символ дзукченовский, кристалл, да, тоже вот изначального состояния, из его качеств. Знаешь, да, вот наша жизнь, она наполнена символами просветления, да, знаками. Я думаю, что вот всё кругом, вот только вот распахни глаза, всё зовёт тебя. Смотрите, вот здесь вот как бы тяжёлого ни было, есть отдушина, есть что-то, что лучше. В любой плохой ситуации сам факт понимания того, что нам так плохо или вообще хуже некуда, уже несёт в себе понимание и знание о том, что есть лучшее, а есть нечто вообще абсолютно совершенное. Потому что нам никогда не было бы хреново, если бы у нас не было глубинное понимание того, что есть абсолютное хорошо, совершенство, блаженство, благодать, радость, счастье, реализация, творчество, свобода. По всем, по всем параметрам невероятное блаженство и танец жизни. То есть, ведь, как мы знаем, в недвойственных традициях именно на это прежде всего рекомендуют обращать внимание духовные мастера на то, что зов истины, зов абсолюта, зов просветления, зов бесконечности абсолютно везде. Им пронизан в нашей жизни. От этого невозможно вообще увернуться, это невозможно не заметить, нужно только правильно сориентироваться. Позволь, прежде чем мы перейдем к таким тяжеловесным и высоким формулам, касающиеся недвойственности, блаженства и так далее, задать тебе, может быть, такой провокационный вопрос, который, я уверен, мучает очень многих наших слушателей. Вы вообще имеете право говорить о таком явлении, как просветление? То есть, вы-то сами, и вообще смертный, обычный человек, он имеет право вообще говорить о таких высоких материях, потому что, как мы знаем, в этих традициях есть несколько таких стадий достижения просветления, и есть персонажи, которые способны достигнуть ее в один, за одну жизнь, за менее короткий срок, и кому-то придется пахать целую вечность для того, чтобы даже прикоснуться, да, или обрести право поцеловать это переживание или это состояние, да. Вот. Вадик, ну ты просто говоришь об этом. Великий провокатор, и начинаешь просто загонять в угол с самого начала нашего разговора. Эмилия, право. Ну, я могу задать встречный вопрос. Кто определяет право, на право размышлять о чем-то, говорить о чем-то? Ведь, по сути, если просветление везде, если дух абсолютно везде, если он есть наше изначальное состояние, то у нас есть, ну, исконное, изначальное человеческое право искать, искать высшее в нашей жизни. И вот именно в этом аспекте совместного поиска с тобой, великим мастером, и с участниками нашего эфира, тоже ищущими людьми прежде всего. Мы отправляемся в этот разговор путешествия в поисках, понимании того, что такое просветление. И мне хотелось бы обсудить это в двух фундаментальных аспектах, конечно же. Что такое просветление в классическом понимании? И как оно изменилось в наше время? Почему требуется сейчас, я убежден, требуется дополненное, расширенное, новое понимание того, что такое просветление в нашей жизни, в наше время? И понимание классического просветления на сущностном уровне, так, как мы можем это сделать сейчас? Мне кажется, что в массе, в основном, везде существует романтическое понимание просветления. То есть оно почти детское понимание. И духовное совершенство по умолчанию считается ключом, открывающим дверь вообще к любому высшему совершенству. То есть достаточно просветлить, и все проблемы решаются. Человеческие проблемы в отношениях, проблемы с бизнесом, проблемы с поиском смысла жизни. И вот главное – просветлеть. И я неоднократно сталкивался с этим в своих собственных поисках и присутствии на ретритах великих духовных учителей. Народ помешан на просветление. Это здорово, но темная сторона духовного помешательства состоит в том, что наш мир наполнен духовно помешанными, такими толпами ререхнувшихся, ашаистов, йогнутых, холотропнутых и так далее. Или гуру с вами нанахнутых людей, которые, во-первых, считают, что их учитель, их традиция самая высшая, самая лучшая, дает самые прямые ключи. А во-вторых, отрицают, принижают, не замечают все другие или большинство других духовных традиций и не понимают, что просветление везде. Если просветление – это все-то, оно должно быть везде. И вот, возвращаясь к твоему коварному, очень провокативному вопросу, который гложет и меня, а имеем ли мы право говорить? Я считаю, что, конечно же, что касается меня, я четко знаю, что я непросветленный человек. В отношении тебя я догадываюсь, что, скорее всего, ты великий мастер театра, ну, нет, это несомненно, великий мастер театра, режиссюр артистического развития и эксперт, великий эксперт в духовных практиках. Достаточно посмотреть вот ту сокровищницу, Демчок, которая есть вот в Apple Story и в другом сокровище, где ты начитал сотни великолепных шедевров духовных традиций, книг просветленных мастеров и совершенно классические книги. И как начитал? То есть для меня это, безусловно, знак, во-первых, того, что ты на пути, но я не знаю, никто не может судить о просветлении другого. Когда вот я беседовал с Кеном Вилбером, ну, я снимал фильм, который ты озвучил, «Танец бесконечности». И, кстати, рабочее название этого фильма было «Что такое просветление?» «Наука, искусство, духовность». И у меня был целый лист вопросов, которые я задавал просветленным мастерам и великим первооткрывателям интегральной, трансперсональной, процессуальной психологии, психотерапии. И я, конечно же, всех спрашивал, «Are you enlightened?» Или следующий вопрос, если бы не отвечали, «No, sorry». Я спрашивал, «Why are you not enlightened yet?» Почему ты еще не просветлен? Если получил ответ, что не просветлен. И я задал, конечно, этот вопрос Кену Вилберу и получил великолепный ответ. Он вошел в фильм в самом конце. Кен ответил, «Enlightened enough». Достаточно просветлен. То есть он очень взвешенный, очень такой точный ответ от этого великого мастера. И про себя я тоже мог бы сказать, что я такой ищущий, полупросветленный человек с какими-то вспышками понимания, с опытом движения и развития. И поскольку я достаточно сведущий в светских дисциплинах искусствоведения, искусство, философия, психология, наука, то вот именно с точки зрения вершин этих дисциплин я могу что-то интересное и, может быть, важное сказать о том, что такое просветление для меня и для многих других искателей. И надеюсь, что это будет полезным. И в свою очередь вот то, чем делишься ты в этой беседе о своем опыте поиска прежде всего, о своем поиске развития, о своем руководстве развитием людей, с которыми ты идешь по жизни, близких людей, людей, которые посещают твои замечательные тренинги. И я думаю, что вот мы двое можем что-то сказать полезное всем. С моей точки зрения, и ты сейчас очень правильно все озвучил, говорить о просветлении и транслировать просветление – это разные вещи. Читать о просветлении и размышлять о просветлении – это разные вещи. И вот критерий того, что такое просветление, когда ты задал мне, сделал предложение сделать такой эфир, и на самом деле предложение – это дерзкое. И по моему телу, конечно же, пробежали мурашки, и поэтому я и проманифестировал в самом начале нашего разговора этот дерзкий провокационный вопрос, «А имеем ли мы право?» И я, конечно же, задумывался и не первый раз уже задумывался на эту тему, потому что действительно вся жизнь окружена этими грандиозными манифестами, текстами, персонажами, книгами, которые эмуссируют эту тему в разных рапорсах и так далее. И занимаясь своим делом, в частности, как ты сказал, театральным, артистическим, и это тот ракурс мирского приложения, через который я раскапываю ответ на эту тему, и, конечно же, испытываю дичайшую страсть внутреннюю в тантрическом смысле вскрыть сам феномен этого состояния. Я думаю, что этого даже не состояния, просветление – это не состояние, очень многие авторы пишут, этого положения ума или положения сознания, этой некой позиции мозга, которая даёт нам возможность пережить этот грандиозный объём, который манифестируется этим названием. И я думаю, что в этой программе мы, наверное, всё-таки прикоснёмся к этим формулам, да, и оговорим, конечно же, на языке двойственности, конечно же, описывая просветление как бы извне, хотя просветление невозможно описать извне, в этом ловушке, в этом уникальный, удивительный, грандиозный, манкий, провокационный парадокс, да, просветление вмещает в себя всё, объединяет себя в неком целостном переживании, в котором нет кого-то, кто может рассмотреть это извне. Совершенно согласен, совершенно согласен, потому что, ну, вот эти абсолютные понятия, метафизические бесконечности невозможно определить, невозможно определить дао, невозможно определить путь, невозможно определить Бога, невозможно определить дух и духовность, потому что это вещи, в основе которых бесконечность, в разных совершенно измерениях, А определить бесконечность значит сделать ее конечным, подвести под понятие, а значит это не выражает сущность этого понятия. То есть определить можно только через совместный опыт, через объединение с бесконечным в разных совершенно измерениях, с бесконечным в другом человеке, с бесконечным через красоту в произведении искусства, с бесконечным в природе, в бесконечном космосе, бесконечным в мире науки или абстракции, когда мы видим мир, объективный мир. Мы знаем законы этого мира, законы природы это антропо-социотрансформаторы, которые помещают конечного человека в бесконечное измерение абсолютного наблюдателя, для которого весь мир объект. То есть вот через такого рода вещи полевые, системные, переживанческие мы можем соприкасаться, поэтому, конечно же, только в движении. И многие слова бессилен, но поскольку у нас нет ничего, кроме слов, то мы используем их, но по максимуму, артистично. Подхватывая тебя, да, и даже улавливая сейчас несколько импульсов, несколько формул, которыми ты пытаешься это тоже обрисовать, то есть пережить некоего бесконечного наблюдателя. То есть всё равно и откуда этот наблюдатель смотрит, я заинтригован, потому что я как театральный человек и исследующий природу реальности и сознания в театральных категориях, очерчивая и персонифицируя природу сознания в форме театра, в котором всегда есть тот, кто смотрит, даже если он скрыт во мраке, в темноте, зритель, всегда есть некая мощная творческая сила, которая под вопрошанием этого мрака, этой смотрящей бездны, выкатывается на сцену и, прикрываясь разнообразием масок, иллюзий, да, творит некую реальность, которая к концу спектакля исчерпывает себя, да, и зритель, вдохновлённый этой игрой, обрушивает на сцену аплодисменты и восторгается, пережив массу эмоций, и снова исчезает в бесконечности пространства, да. То есть всё равно есть, кто смотрит в просветлении, есть, кто смотрит, даже если ты называешь это бесконечным воспринимающим, смотрящим. Ну, я могу ответить вот таким слоганом из великого мастера Двайта Веданте Шанкары, который говорил о том, что нет в высшем атмане разницы между знанием, знающим и познаваемым. То есть в высшем они едины, природа его одна. То есть, конечно же, если мы находимся в следующем, пятом уровне движения просветления, которое называется состояние уже недвойственности, то есть состояние смотрящего, свидетеля, наблюдателя на классическом языке индийских традиций, это турия. А мы выходим уже в состояние туриятита, то есть абсолютно недвойственности. То, конечно же, в состоянии вот этой полной недвойственности есть всё. Там есть и мир, там есть и зритель, там есть и актёр, там есть и свидетель, там есть все декорации, там всё. Но это уже единое всё. Это игра и грани, как в китайском потоке игра и не янь. Или постоянная динамическая пульсация 64 гексограмм потоки времени, покаживающими его семиминутную структуру. И какие-то большие тенденции, которые определяют структуру нашего восприятия, нашей настройки на выхватывание тех или иных особенностей из воспринимаемого мира. Но это состояние, в котором уже, конечно же, есть всё. Это классический ответ. Вот я даже могу показать вот эту классическую схему стадий интегральной медитации или стадии недвойственности. Это реконструкция Кена Вилбера. Она наиболее полно объяснена в книжке «Интегральная духовность». И мы видим классические пять стадий духовного развития, общие, между прочим, это чрезвычайно важно, общие для всех мировых традиций. То есть у нас есть шесть мировых религий великих. Три монотеистических. Юдаизм, христианство, ислам. У нас есть буддизм, у нас есть индуизм и у нас есть даосизм. Вот набор из шести самых известных мировых религий. Куча других очень важных духовных путей, школ, сект, включая современные. И во всех них наблюдаются вот эти стадии. От, мы видим, грубого к тонкому, причинному, потом к состоянию свидетелей, к состоянию недвойственности. Везде описана драма прохождения духовного пути. И это известно, эта ситуация, известно уже много тысяч лет на планете Земля. И в каком-то смысле, если мы хотим понять, что такое просветление, то нам нужно, конечно же, бросить взгляд далеко-далеко, вглубь, назад. Да, не понять, не понять, а пережить, пережить. Ну и в том числе и понять, между прочим. То есть описать словами, то есть соотнести, выразить на нашем языке, на нашем уровне. Чтобы другие люди тоже могли соотносить со всей жизнью. Понимание помогает нам соотнести со всей жизнью. В этом его главная функция. Благодаря вот тому органу сознания, которым является личность в каждом из нас. Мы настраиваемся на мир и соотносимся с ним. Например, личность москвича необходима нам для жизни в сложном мегаполисе. А для человека, который родился где-нибудь далеко в уездном городе или в Сибири, такая личность не нужна. У него развиваются совершенно другие способности и другие органы сознания для жизни в его ситуации. Но если мы попали в глухой, затерянный скит, нам будет очень непросто, потому что у нас нет этих органов. И в свою очередь даже, я бы сказал, просветленный, реализованный сибирский шаман, прибыв в Москву из своей тайги, находится здесь в положении маленького ребенка. И даже десятилетний москвич гораздо лучше ориентируется его в мегаполисе. Как здесь жить, что делать и так далее. И без помощи проводника по мегаполису великий, просветленный тувинский, например, или якутский шаман даже не сможет заработать себе на хлеб. Ему нужны помощники, потому что у него нет вот тех необходимых органов. Потому что он живет, ну, как сказал бы Кен Вилбер, на... Я покажу тоже вот эту самую известную, наверное, картинку Кена Вилбера, имеющую отношение к теме нашей беседе. Он живет вот на этом уровне. Он просветлен, но он живет на этом уровне. И поэтому в сериале мегаполиса, жители которого живут там вот на этом, на этом и на этом уровнях, он воспринимает, интерпретирует на языке уровня, на котором он живет и понимает. Поэтому его понимание ограничено, оно не ухватывает очень многие целостности жизни. И поэтому просветленному мастеру сибирского шаманизма, попав в Москву, предстоит осваивать этот мир и много-много-много учиться тому, как здесь жить. И вот это вводит, наверное, кроме от исторической перспективы, истории просветления в шаманизме, в языческих традициях, в мировых религиях и в наше время. Я считаю, что в наше время представление изменилось о высшем развитии, о просветлении изменилось достаточно сильно. Я предлагаю сконцентрироваться сейчас вот на понимании сути того, что мы имеем в виду под просветлением. А суть, как мне кажется, стоит в том, что это кодовое слово, обозначающее высшее развитие, которое по умолчанию считается высшим духовным развитием. По одной простой причине, что именно духовные существа, высшие духи и высшие учителя и целители в шаманском космосе, обитатели верхнего мира, боги в язычестве, обитатели Олимпа, например, в греческом мире, и были образцами для подражания человека. Ну и, конечно, в мировых религиях Христос и подражание Христу, следование Христу, объединение сознанием Христа – это высший путь христианского подвижника во всех ветвях христианства. И именно поэтому духовная традиция, духовный путь, духовное считалось по умолчанию вообще ключом ко всем духовным путем. И я обращаю внимание на феномен Библии в христианстве. Почему Библия считалась высшим авторитетом? Почему на протяжении темных веков все, что противоречило Библии, отправлялось на костер, отрицалось, отвергалось, сжигалось, убивалось? Да потому что Библия считалась единственным следом абсолютно в человеческом измерении. Ветхий Завет – это послание через пророков Яхве, его слова людям. И Новый Завет – это жизнеописание Христа как послание, живое послание людям мире, людям о высшем совершенстве и пути к нему. И, конечно же, комментарии и пророчества ближайших учеников Христа. Ничего другого абсолютного, как считало человечество, в мире не было. И только с приходом науки, с открытием Декарта и Ньютона, был разработан механизм, хитрый механизм Декартова системы координат, в которой был спрятан вот как раз вот твой абсолютный наблюдатель, зашифрован там. И тогда получаемые знания и упорядочения об объективном порядке вещей становились одновременно трамплином антропо-социотрансформатором, законы природы, я имею в виду, который помогал нам, ограниченным обычным людям, занимать хотя бы на время с помощью законов природы космический взгляд, космическую точку зрения. Именно поэтому наука постепенно, всего лишь за 300 лет, стала основной, основной абсолютной практикой человечества. Именно поэтому в своей глубинной, спрятанной, сокровенном ядре наука имеет абсолютно те же самые движущие силы познания Абсолюта, что и мировые религии. Только на другом пути, на пути объективного знания, которое можно разделять с другими людьми, которое является консенсусом, которое можно проверять и предсказывать, на основании которого можно делать технологии, меняющие нашу жизнь. Ну вот такая маленькая тирада из меня вышла по поводу многообразия путей к Абсолюту. И, может быть, ты вот здесь вступишь, я начну. Не менее, абсолютно не менее важные пути к Абсолюту существуют на пути, конечно, в направлении творческого развития, на пути искусства, на пути выражения и артистизма. И мы здесь тоже можем двигаться по ступеням, преодолевая на этом героическом пути схватки с гигантскими препятствиями, развивая все свои способности и достигая мастерства выражения, достигая абсолютно доступного, возможного для человека. Во-первых, я испытываю дикий экстатический восторг, слушая тебя. Каждая пора кожи во мне пульсирует резонансом и желанием, чтобы ты продолжал, продолжал, продолжал. Это первое. Но я, тем не менее, преследую тему, которая волнует и беспокоит меня в контексте этой темы. Все возможные пути к реализации так называемого недвойственного состояния, достижения абсолютного мастерства в научных парадигмах, в творческих, в политических, социальных устройствах. И люди создали огромное количество систем, духовных традиций. И ты перечислил грандиозное количество этих драматургий, которые приводят. Упомянул, конечно же, и христианскую модель, которая тоже развивает очень мощные пласты. И некоторые адепты даже выходят за пределы двойственного деления, сливаются с Богом, который абсолютно недвойственен. И нет кого-то, кто молится кому-то другому. Всё пространство наполняется пульсирующей молитвой, и это дарит нам такие мощные экстатические состояния. То есть просветление, поправь меня, просветление включает в себя не только двойственный путь, очень важный, необходимый, о просветлении нужно говорить, нужно упаковывать во всевозможные формулы. Но это всего лишь путь к переживанию некоего большего положения, в котором эти двойственности растворяются в неком едином. И вот мне интересен момент. То есть, как ты говорил, даже просветлённый шаман, приехавший в Москву, он будет переживать трудности, хотя он уже протоптал тропинку в это недвойственное состояние, и может извлекать оттуда и энергию, и потенциал, и ресурс всевозможный, саму истину жизни, истину недвойственности и так далее, но здесь, в Москве, ему придётся изучать эти двойственные сценарии, как на самом деле в телефоне заказать такси, или как переехать куда-либо, нужны проводники и так далее. И вот меня интересует очень этот механизм, с одной стороны, это грандиозное состояние недвойственности, несостояние, опять же я оговорился, это положение сознания, когда оно просто присутствует в себе и знает себя всё, без деления на того, кто знает, и того, что знает, знаемо. И в то же время одновременно с этим необходимы сценарии присутствия в двойственном мире, нужна клавиатура определённая, нужно взаимодействие, способ раскручивать энергию для того, чтобы выстрелить в эти экстатические состояния целостности. И вот поправь меня, пожалуйста, я сейчас размышляю в потоке сам, потому что для меня для самого важны эти вопросы, именно даже в практическом контексте моего творческого дела. То есть есть недвойственность, есть двойственность, и они должны подружиться или взаимопроникнуть, потому что одно без другого — это проблема. Есть завал или в одну сторону, и мы становимся так называемыми духовными эмигрантами в некую чистую сферу, но у нас нет возможности преломиться в реальной жизни, быть полезными для других. Но для того, чтобы быть полезными для других, нам нужно заблуждаться, как говорил Ницше. Чтобы действовать, надо заблуждаться. И в то же время процветление, как отсутствие заблуждения, и заблуждение сансора, как необходимость заблуждаться, но действовать, вот этот союз мне интересен. То есть единство — это и есть просветление? В техническом смысле — да, конечно. В техническом смысле просветление — это недвойственное состояние. И здесь, я думаю, нам было бы полезным соотнестись с современными исследованиями духовных практик и просветлениями, многие из которых, кстати, происходят под непосредственному благословению и помощи его святейшества 14-го Далай-Ламы, в том числе большая группа российских исследователей, некоторых из них я хорошо знаю, работает в этих проектах, изучая медитацию тибетских лам, мастеров туммо, стадии духовного совершенствования, ну и в команде Кенна Вилбера тоже сделано за последние 30 лет тоже немало блестящих исследований этой темы. На что хотел бы я обратить внимание? Мне кажется, вот ключик к такому пониманию состояния просветления мы можем получить, углубившись в исследовании того, как работает наше восприятие. Да, восприятие. Есть в этом восприятии на вот таком непосредственном уровне есть воспринимающий и воспринимаемый. Есть некий субъект, в буквальном смысле брошенный против объекта, против того, что находится вовне, то есть есть внутри, есть снаружи, внешний мир и внутренний мир, а во внутреннем мире есть наблюдатели, есть различные роли, есть различные точки зрения. Я могу и так, и так, и так, и так воспринимать в разных состояниях, окрашивая собой те же самые объективные с точки зрения там массовых среднестатистических усредненных наблюдений явления. Да, то есть воспринимаемые другими словами зависят от меня. Или на языке психоанализа мы себя проецируем на мир, на людей, на предметы, на ситуации, используя все как вешалку для проекции. Но поскольку мы считаем, что то, что мы видим, и есть объективная реальность, мы впадаем в то, что Мишель Фуко назвал антропологическим сном. Или на классическом языке духовных традиций это называется неведенье, непонимание того, что мир, который мы видим, это частичка нас, а не вся реальность. Это фрагментик реальности. И только углубившись в то, как этот мир создается, исследуя процесс создания мира, изучая работу своего восприятия, мы можем начать расколдовывать, расширять и понимать на сущностном уровне, кто мы и что это за мир, предстающий перед нами, и находить инструменты развития этого процесса. И вот здесь, чтобы не пересказывать много-много-много-много-много-много чего, я обращу внимание на то, что вот в этом едином континуме восприятия, которое мы переживаем каждый миг, наблюдатель и наблюдаемое, субъект и объект существуют одновременно и представляют два разных полюса единого континума переживания. То есть единый континум есть всегда и везде. В любом переживании, в любом эмоциональной окраске везде есть все. но мы занимаем определенную позицию, мы сформированы свои травмы рождения, своим обучением, своими занятиями, своими травмами, мы жители определенного места, определенного языка, у нас работает редактор реальности и мы отфильтровываем единый поток, который мы соединены через органы чувств с гигантской вселенной. И поэтому мы видим только маленькую часть отражаемого, мозаику, голограмма вся присутствует, но мы отождествлены с малой частью, поэтому, конечно же, первый шаг во всех традициях это успокоение и начало вот этого спокойного исследования себя и расширения, расширения, попытка слияния совсем с потоком, с другой частью, выход за пределы и здесь колоссальную роль, ничем незаменимый играет опыт расширенных необычных экстатических трансовых состояний сознания. Они являются важнейшим инструментом познания истинной реальности и, конечно же, второй инструмент это медитация во всем ее безбрежности и многообразии, без медитативного опыта понять себя, понять истинную природу реальности и войти в недвойственное состояние невозможно, потому что без этого недвойственное состояние будет объектом, который всегда впереди, всегда на морковке и сам путь моей движения к недвойственному состоянию будут замораживать ситуацию двойственности И сделает достижение недвойственное состояние как объект невозможным. Поэтому отправная точка во всех недвойственных традициях гласит о том, что недвойственное состояние никогда не достичь, ища его, как нечто, не существующее сейчас. Оно уже есть, всегда есть, и нужно просто убрать препятствие для того, чтобы оно проявилось. И на уровне нейрологических исследований мы могли бы немножко пофантазировать о том, что с нами происходит, когда мы входим в более недвойственное состояние. Но сейчас уже в исследованиях обнаружены корреляты, найдена даже структура, волн мозга у просветленных людей. Впервые эту работу сделала Анна Вайс, великий исследователь волн мозга. Книжка, кстати, переведена на русский язык, она называется по-английски «High Performance Mind», а по-русски «Вдохновение по заказу». Не очень удачный перевод, но бог с ним. И вот Анна Вайс исследовала тысячу не только духовных мастеров, но и людей, которые добились реализации в других областях – артистов, бизнесменов, политиков, художников, психологов. И она обнаружила, что у всех людей высокой реализации очень сходная, ну, грубо говоря, одна и та же формула волн мозга. У них у всех контролируемые и уменьшенные дельта-волны, достаточно сильные альфа- и тетта-волны, так называемый тетта-мостик, и достаточно большие дельта-волны. То есть просветленные люди, люди высокой реализации, они как будто бы спят и бодрствуют одновременно. Они в контакте с новическим миром, с новическими бесконечностью, они в контакте с бесконечностью. И если ты открыл бесконечность, если ты в контакте с нею, то в силу вместе рожденности тебя и мира, известнейшая формула мистических недвойственных традиций, то ты весь мир видишь бесконечным, ты не ограничиваешь его больше ничем. И это может быть вот такой логическим какой-то формулой просветления. То есть ты открываешь бесконечность в себе, то, что называется изначальным, недвойственным, исконным состоянием во всех духовных традициях, сознание Христа, природу ума, нераздельную адвайту, сущность сего и вся атман, брахман, где ты таттва-маси-то есть то. И удерживая, сохраняя, лелея, усиливая, пестуя контакт вот с этим изначальным состоянием, практика, которая называется гуру йога, как известно, да, сущностная практика, ты постепенно и постепенно протаптываешь коммуникативные тропы к состоянию просветления, оставаясь живым, современным, мирским человеком. Просто вот это знание недвойственности, оно помогает тебе развиваться во всех других измерениях. И, кстати, это подтверждено современными исследованиями, прежде всего, школы Кеннавилдера, да, что духовная практика и духовные традиции не только несут состояние высоких переживаний, вот эта благодать, вот это необычайное переживание сердечности во время Иисусовой молитвы, блага, цвета Фаворского, но и они чрезвычайно полезны, духовный опыт в наших, во всех мирских делах. Если мы, современные люди, если мы твердо стоим на земле, то духовная практика помогает нам в нашей жизни еще больше. Чем полезны? Чем? Духовные практики? Экстазис, да, вот греческое слово, одно из моих любимых, экстатическая целостность, чем она полезна, вот для мирской жизни? Мой ответ прагматичный и очень простой. Высшее духовное совершенство показывает нам высшую реальность на духовном пути, высшую реальность духовного измерения. И высшая реальность духовного измерения помогает нам стать более реальными во всех других областях жизни. Это все абстрактные формулы, как это потрогать, да, как это... Очень просто, посмотри на крупнейшие корпорации мира успешные. Почему, например, в Гугле или в Эппле, в Эппл сотрудники обязательно практикуют медитацию? Почему mindfulness? Сейчас просто мем в бизнес-тренингах, да потому что она помогает нам быть в контакте. Она помогает нам твердо стоять на ногах, она помогает нам понимать, что есть что. Мы реальны, мы в контакте благодаря випассане, благодаря присутствии, благодаря присутствии в отношениях и во всех своих делах. То есть это великолепное приложение духовных практик изначально, практик медитации в нашей жизни. И вот мое личное открытие, когда я работал над фильмом «Танец бесконечности», там 34 мастера, включая тебя, из разных областей жизни. Мастера науки, мастера искусства, мастерства, мастера артистизма, мастера психологии, мастера духовных, различных духовных традиций. И вот беседуя с мастерами, я был поражен тем, что несмотря на то, что это совершенно разные области, у каждого мастера есть секрет, которым он поделился. И на сущностном уровне секрет мастерства состоит в том, чтобы быть, действовать в свете бесконечности в этом мире, не ограничивая себя, питаться вот этим источником вечного, бесконечного, неисчерпаемого и ничем неограниченного ресурса, который дан всем. Я иногда выражаю это следующим слоганом, достаточно дерзким. Просветлению, дорогие мои, абсолютно безразлично, какого вы возраста, какого вы пола, какого цвета у вас кожа, каков ваш заработок, каково ваше образование. Просветление пять классов, или вы там лауреат Нобелевской премии. Просветлению безразлично. Ваш язык, ваша национальность, ваша религия. Просветление не об этом. Просветление даже безразлично, если у вас пара рук и ног. Вы можете быть безруким и безногими, быть совершенным мастером. И мы знаем примеры мастеров в нашей жизни. Стивен Хокин, который в прежние века там валялся где-нибудь в приюте и кончил там жизнь. В наше время благодаря технологии написал десятки книг и поделился величайшими озарениями о природе реальности. Это, безусловно, я бы назвал его просветленным тоже или реализованным мастером науки. И вот плавно, постепенно я ввожу уже другую тему. Тему о высшем развитии. И если духовное развитие было мемом, было знаком высшего развития в шаманскую, языческую и классическую эпоху, то есть эпоху мировых религий, то, как мне кажется, в наше время мы живем в другой ситуации. Мир чрезвычайно изменился за последние сто лет. И особенно за последние тридцать лет с открытием и построением интернета. И за последние десять лет вместе с смартфонизацией всего мира. И я думаю, он еще быстрее изменится в следующие пять лет, когда будут вот очки виртуальной и дополненной реальности в обиходе всех людей. То есть я думаю, что мы живем в удивительное новое время, когда проявлены и исследованы другие направления высшего развития. Вот я хотел бы, может быть, просто показать еще пару картинок, относящихся к нашей теме. Вот здесь вот как бы на этой картинке три направления как бы сверх, между и до личностного развития. То есть сверх личностное развитие – это духовные пути, межличностное развитие – это развитие отношений, и до личностного развития – это вот в основном это индивидуальная работа с индивидуальным и коллективным бессознательным, в котором коренятся вот подводные камни и мины всех наших личных ограничений. И с этим все равно нужно, придется иметь дело, если мы хотим достичь высшего развития. И вот это картина, которая известна достаточно давно. А вот новое, то, что стало понятным уже в наше время, это вот следующие пять уровней, связанных с индивидуальным или личностным развитием. То есть первое – это вертикальное развитие, все выше и выше и выше, путь чемпионов. И Говардом Гардером было введено представление о множественной разумности, эмоциональный интеллект хорошо известен, социальный интеллект, сексуальный интеллект, межличностный интеллект, двигательный интеллект, музыкальный интеллект, политический, моральный интеллект. То есть по всем линиям мы развиваемся, и мужчины, и женщины, немного разными путями. Это тоже исследовано и открыто. То есть у нас не единая линия, как раньше понимали в эпоху еще 60-70 лет назад Пиажей и Выгодский, интеллектуального развития и тесты по коэффициенту интеллекта это измеряли. У нас порядка десятка разных линий возможностей вертикального развития. Но помимо этого фундаментальнейшее направление развития связано с артистизмом, с искусством, с выражением себя, потому что люди воспринимают только то, что мы выразили. Мы можем осознавать только то, что выражено словами. Это лингвистическое максимум. Поэтому, несмотря на невозможность, мы постоянно на всех языках ищем возможности выражения. И искусство – это богатейший дар, который помогает нам выразить то, что в других языках невыразимо никоим образом. Искусство – это единственная возможность подключиться ко всей жизни, ко всей полноте. И, конечно же, ты и вся твоя команда знает, наверное, в России лучше, чем кто бы то ни был, и насколько терни сложен и героичен путь для того, чтобы стать мастером выражения, великим артистом. Следующее – это, конечно же, путь героизма, освоение этой энергии. И вот мне довелось познать не одно героическое путешествие, а открытие, порядочить восемь героических маршрутов, характерных для каждого человека. Восемь видов энергии, восемь путей, восемь структур, восемь результатов. И овладение энергией героизма, который движет нами, одновременно означает, что мы становимся хозяевами жизни, потому что без этого любой разговор о том, что мы владеем своей жизнью, не имеет под собой никакого основания. Мы не хозяева энергии, значит, бессмысленно об этом говорить. Есть дальше четвертое направление развития, которое называется путь канатоходцев, великий серфинг жизни, великий серединный путь во всех измерениях жизни. И его впервые вел в совершенном виде Нагаржина во втором веке нашей эры по отношению к буддийскому пути, но это намного более универсальная метафора, применимая везде. Быть мастером равновесия, знать, где центры, идти серединным путем, это означает, во-первых, самый быстрый путь к реализации себя во всех измерениях, а во-вторых, это означает, что мы можем позволить себе любые крайности, потому что нас, мы уже космические неваляшки. Куда бы мы ни отклонились, мы всегда возвратимся в середину с музыкальным звоном. Человек, который не владеет серединным путем, он надолго зависает в крайностях, теряет время, ресурсы, энергии, уклоняется от понимания всей полноты жизни, а значит, в том числе и от просветления. Поэтому серединный путь применимый по отношению к духовному пути. Сбалансированный вид всех мировых религий, всех путей к просветлению, как у тебя в приложении Гимчок, например. Без отдавания каких бы ни было предпочтений какому-то ни было из путей, потому что каждый из них совершенен, полон, это разные пути к великой вершине. Ну и, наконец, путь, который мы могли бы назвать путем очищения, путем великого внутреннего целителя, потому что у каждого из нас колоссальное количество препятствий, от которых нам нужно очиститься. И только очистившись от этих препятствий мы сможем идти дальше. Это путь великого внутреннего целителя. Вадик, ты немножко застыл, и я не вижу, как оно сейчас у тебя. Сейчас давайте подождем, пожалуйста, размораживание Вадика Демчога. Более-менее понятно то, о чем я рассказал наш разговор сейчас. Спасибо. Так, 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 так. Ждем Вадима. Возможно, он перезагрузится сейчас, и мы тогда продолжим. Да, вот Вадим вышел. Сейчас он снова попросит у меня запрос на подключение. Я подключу его, и мы продолжим. Видите, как моя тирада разорвала даже связь. Видимо. Так. Спасибо. Ну, кому-то все понятно, кому-то немножко смутно. Спасибо, да, за все ваши реакции. Кто-то больше знаком с этим кругом представлений. Я подробно развиваю многие из этих идей на своих семинарах, на своих программах. И, кстати, 13 декабря у меня начинается мой пятый большой онлайн-курс «Что такое просветление», где вот я буду делиться вообще всем объемом своих знаний. На моем сайте «Homo Realitas». Вы можете более подробно ознакомиться со структурой этого курса. Он будет длиться шесть недель. Там 12 моих базовых бесед, 12 моих интервью с просветленными мастерами и шесть вебинаров с участниками этого курса. Не вижу, Вадика Демчога, что-то он ушел и не вернулся. Мы можем попробовать сейчас вот Вадик все-таки подсоединяем. А вот Вадим пошел в мирской мир. Я вижу комментарии. Да, наверное, у меня нужно вот поворачивать. Мое сознание еще не понимает. Какие-то вещи может выглядеть достаточно абстрактными. То, что мы сейчас озвучиваем с Вадимом. Мы достаточно большой путь прошли, в том числе и в мире духовных поисков. Я в 82-м году плотно влился в традицию тибетского буддизма. Вот комментарии. Вадим ушел в космос. Да, Вадим, привет тебе из мира людей. По машинам из космоса дай какой-нибудь знак, что там происходит. Нам тебя не хватает. Вадим, вернись. Ты нужен здесь. И вот с 82-го года начались мои поиски интенсивные в лоне тибетского буддизма. Но я также вот как-то с самого начала с не меньшей страстью искал и в других духовных традициях и в индуизме, и в мистическом христианстве, и в даосизме, и в шаманизме, и в языческих традициях, и в суфизме, конечно, мистической традиции ислама. Спасибо за критику. Я действительно больше говорю, непропорционально больше, чем Вадим. Вот Вадим уже подключился. Я его сейчас снова принимаю. И возможно мы сможем продолжить еще на полчасика, вторую половину. Вадик, привет, дорогой. Нам тебя очень не хватает. Мое мои без... Я вылетел. Телефон у меня сел. Иногда технические возможности, видите, не справляются к потокам энергии, которые ты обрушил на наши головы. Итак, мы начинаем второй час нашего беседы с Вадимом Демчогом и со всеми вами на тему, что такое просветление. Мы непросветленные мастера. Мы искатели. Люди, которые имеют какой-то человеческий опыт в этой области, люди, которым повезло общаться и быть последователями великих духовных традиций, люди, которые проверяют плоды духовных учений в нашей повседневной жизни, как все это работает, нет, которые знают из собственного не совсем успешного опыта достижения высших духовных состояний, насколько это сложно в нашей современной жизни. жизни. И это, конечно, большая тема, большой разговор. Я сам в каком-то смысле являюсь тоже таким незадачливым духовным искателем. много лет я исследовал великие духовные традиции и я надеялся достичь того, что в высших духовных традициях, особенно в тибетском буддизме, который привлекал меня больше всего, я найду ключи и со временем стану более духовно развитым и, может быть, достигну просветления, как те великие учителя, от которых я получал эти наставления. Но годы шли, жизнь изменялась, я становился в чем-то умнее, в чем-то успешнее, но просветленным так и не было. И вот тогда у меня стал возникать большой-большой-большой-большой вопрос. И вот этот вопрос, который возникал у меня, он звучит следующим образом. Почему великие духовные учения, которые давали плоды в виде совершенных духовных мастеров тысячу, две тысячи лет назад, в христианстве, в исламе, мистические течения, суфизм, в тибетском буддизме, мы знаем тысячи просветленных мастеров из традиции, почему в наше время, по крайней мере, среди западных учеников, эти великие, совершенные учения таких плодов не дают. То есть, почему вот нет такого, как было раньше, количества просветленных мастеров, особенно среди западных последователей. И постепенно, постепенно, постепенно я пришел к очевидному пониманию того, что ведь мир-то изменился за две тысячи лет, мы-то ведь изменились, мы же живем не в маленьких деревнях, как последователи Будды, мы живем в мегаполисах, и поэтому у нас колоссальные новые препятствия, новые органы сознания и структуры восприятия мира, и не работая с ними, не познавая, как они мешают или помогают нам входить в недвойственное состояние, мы не сможем так продуктивно и успешно достигать плодов духовных практик, как это было в прежние века и тысячелетия, и вот тогда я стал понимать, что нам необходимо развиваться, если мы хотим достичь плодов просветления, не только на пути духовных практик, но и на пути, например, избавления от препятствий, пользуясь плодами открытия в исцелении наших самых глубоких ран, как классической психотерапии, так и новаторской психотерапии, интегральной, трансперсональной психотерапии, грофа, которая действительно помогает нам разгребать завалы глубоко-глубоко и очищать канализацию бессознательного даже, общечеловеческого через себя. Вот к чему я пришел, что нам необходимо быть более реальными, нам необходимо помимо духовных практик быть хорошими людьми. И ведь помните Георгий Иванович Гуржи в свой Институт гармонического развития человека, когда вот он переехал со школы четвертого пути во Францию под Париж, он принимал только тех учеников, которые были хорошими людьми, то есть у которых не было проблем в отношениях с отцом, матерью, братьями, сестрами, женами, мужьями, с ближайшими родственниками прежде всего. И он предпочитал, если такая была возможность, принимать учеников парни, мужа и жену одновременно, они порозни. Он прекрасно понимал, что если не решены проблемы в отношениях, это будет величайшим препятствием на пути духовного совершенствования. И аналогичные вещи я беседовал с рядом духовных мастеров и задавал им вопросы о главных препятствиях. Я получал от многих из них ответы о том, что современное западное знание о том, как работает личность, как устроена душа и как избавляться от препятствий, как исцелять душу, это положительный, важнейший фактор, в том числе и для духовного совершенствования. Вадик, пожалуйста, ответь на наши вопросы, которые прозвучали в первой половине сперва. Я немножко начал эту тираду, поджидаю твоё вкрещение. напомни мне вопрос, на котором я должен сфокусироваться. Вопрос очень простой, который я спрашивал всех. Вадик, ты достиг высшего духовного развития? Смотри, это как бы такой возврат моего вопроса провокационного в самом начале. И вопрос всех, кто с нами в эфире, конечно же, к нам? Такое вы имеете право. Да, конечно же, я, конечно же, занимаюсь исследованием в контексте артистических технологий, я могу со всей ответственностью дерзко, нагло и не без нот пафосности заявить, что на сцене артист действительно переживает эти состояния единства, потока, непринадлежности себе, так скажем, если это так можно сформулировать, слиянием с потенциалом пространства, когда оно удивляет тебя самого, подбрасывая всевозможные моменты реализации, форма образования и так далее, когда артисты называют это вдохновением, чексенпихайя называют это потоком, есть очень много формул, испанцы, мастера фламенко называют это дуэнде, когда что-то более величественное и более целостное течет через тебя и ты инструмент в руках чего-то более глобального, божественного, как сказали бы, суфии, и так далее. То есть и в эти моменты, и я думаю, что это очень важно вбросить как бы вот в поток нашей дискуссии, даря тем самым воодушевление людям и акцентируя внимание на том, что у каждого из нас в жизни есть, бывают эти моменты, которые прокалывают нас в это экстатическое единение с потенциалом пространства. Возможно, это происходило в моменты экстремальных видов спорта или в моменты занятия любовью или слияния с любимым делом, когда через концентрацию на том или ином действии сознание наше расширяется и мы забываем о себе, ну так скажем, простой формулой, и под нашими руками начинает вояться нечто более грациозное, чем то, что мы можем осмыслить, мы не отделяем объект от себя, да, и такое ощущение, что на каждое наше слово, на каждое наше действие, на каждый наш жест работает весь потенциал пространства, да, мы одновременно, и я это манифестирую, конечно же, в очень лаконичную формулу, которую, собственно, мы и обучаем на школе игры, да, то, что смотрит, то, что творит, и то, что творится, да, то есть субъект, объект и действие сливаются в одно целое, в буддийских традициях это называется Великая Печать, Махамудра, да, или Великое Совершенство, Дзокчен, да, когда происходит это слияние, и мы одновременно присутствуем и везде, и нигде, да, то есть вот это вот уже суфийская формула, и так далее, то есть есть очень много традиций, которые указывают на это присутствие в позиции, когда одновременно мы и потенциал пространства, и в то же время очень активное действие нацеленное на реализацию каких-либо достижений, да, вот, и в этом смысле, конечно же, у каждого из нас есть эти моменты, и просветление это не что-то далекое, и каждый из нас, конечно же, страстно вожделеет стремиться и зовет в свою жизнь эти экстатические моменты самораскрытия, и вот опять же, спасибо тебе, что ты прорекламировал приложение Димчок, и начитывая эти тексты, и как бы упиваясь этими формулами, я, конечно же, ну, наслаждаюсь, когда могу отразиться в неких образах, в неких формулах воодушевленных, да, когда люди, ну, вот, констатируют эти состояния, и самое главное, мне кажется, проманифестировать нам с тобой, что просветление это не что-то, что далеко за горами, да, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что, да, но это то, что пронизывает, это то, что пронизывает каждое мгновение нашей жизни, и, конечно же, необходима дисциплина, конечно же, необходима репетиция, репит, 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 да, повтор и вхождение в какое-то ритуальное действие, использовать инструменты, но там нефть, там энергия жизни, да, там за пределами этого разделения, субъект, объектного разделения, да, как ты говоришь, суть, да, и вот это вот экстатическое единение, и когда это положение впрыскивается в нашу повседневную жизнь, а вся практика это как раз интеграция этого опыта в повседневную жизнь, тогда поле нашей повседневной жизни, оно, конечно же, распускается цветами смыслов, да, Вадик, можно так перефразировать, что, по сути, школа игры это практика или тренинг для того, чтобы вот состояние озарения, состояние недвойственности, состояние экстаза, которое передается как суть, из которого возникает все, спектакль, сцена, действие, творчество, оно стало доступным, да, чтобы были протопаны коммуникативные тропы, чтобы оно слилось и насытило собой повседневную жизнь. Да, и еще, и позволь мне еще более поэтично и более глубоко занырнуть, потому что я всегда задавал себе вопрос, зачем сознание, которое целостно, едино, оно уже все в себе имеет, зачем оно разделяется, зачем оно входит в эту двойственную игру, зачем оно запускает эту драматургию, эти конфликты, это субъект-объектное вечное трение друг от друга, да, и спустя много лет через то, что я телесно уже смог воплотить этот конфликт с собой, выходя на сцену и запуская этот конфликт зрителя с артистом, с ролью, на которую он смотрит, соединяясь, смешивая алхимическим образом эти ингредиенты, я понял, что сознание блаженствует, оно переживает экстаз наслаждение, разделяясь на то, что смотрит и то, на что смотрит, да, и в этом танце оно оргазмирует, сори за такое слово, да, оно входит в состояние экстаза, оно раскручивает энергию, оно запускает этот двигатель, за счёт которого расширяется, и расширяясь, оно переживает самую суть жизненного процесса, оно трепещет от наслаждения, оно экстатирует, да, оно, и я думаю, что это самое главное, зачем вообще мы впрыскиваемся в поток жизни, зачем мы обретаем... Но если мы разные, вот я позволю себе тоже маленький комментарий, если мы разные, то если нас много, то единственный способ воссобрать из этого много всё состоит в том, чтобы максимально игриво относиться друг к другу, максимально флиртовать, веселиться, заигрывать, потому что на сущностном уровне игра это и есть максимально живой контакт на максимально возможном уровне каждого с каждым, да, вот тогда вот мы игры, и с детства, да, поиграем, это означает, что быть в контакте, быть на высоком уровне, жить на всю катушку, и всё меняется, и ты здесь присутствуешь, это полнота жизни, и это во всём. В древних мистериях, в современных спектаклях, в которых театр, как концентрация жизни, квинтэссенция, мимо которой уже невозможно отвернуться, в нас это проникает, и мы пропитываемся этим, потому что это самый сок жизни в этом спектакле, в мистериях, когда концентрация знаний о жизни сваливалась в человеческий мир, и озаряла, несла и есть. Я думаю, что игра, это как раз и есть манифестация экстатических состояний, и ребёнок пребывает в экстатической драме, он создаёт вокруг себя архетипический контекст, мифологический контекст, путь героя, это программы, которые загружены в нас по умолчанию, нас никто никогда не учил играть, но сознание через нас, маленьких, оно разделяется само в себе, запускает этот игровой двигатель, и оно расширяет себя, оно наращивает, распушает нейронную сеть, осваивая возможности мира, и вот так запускаются эти экстатические драматургии, которые потом... Безусловно, я тоже согласен с тем, что вот основа, фундамент, хранилище игры с большой буквы, да, игра, игр, игра, они находятся вот в этой Валае Веджняне, языком буддиста, в сознании, основе, в анима мунди, мировой душе юнга, вот в этих сокровищнице архетипов коллективного, бессознательного, который модулирует всё наше восприятие, весь наш язык, все наши чувства, все наши сценарные ситуации, всё пронизано на исконном уровне игрой, да, как всё пронизано единым, вот один важнейший аспект этого единого, то есть это игра, недаром в любимом нам тибетской буддизме три основные лика изначальных божеств, это мирные, радостные, то есть танцующие, играющие и гневные, да, то есть проявляющие всю первозданную мощь силы и энергии, и, конечно же, это говорит о том, что театр игры это прежде всего театр жизни и театр единства и осознанности на сущностном плане, мне хотелось бы, чтобы ты вот продолжил делиться с этими секретами, маэстро и пожалуйста, в любом случае гневные, радостные и мирные божества, они же, на них же нельзя смотреть, атомы не объекты, как говорил Гейзенберг, да, ими можно только быть, и это на самом деле основа тантры, да, и они манифестируют собой как раз вот эту вот целостность и единство пространства, да, как Шрёдингер, опять же, отсылаясь к научным играм, говорил, сознание едино, уровень опасности этого неизвестен, да, и какие драматургии разовьются, распакуются внутри этого единого пространства, через что сознание захочет, как сказать, расширить себя, захватить ещё больше территории, да, распаковать себя через какие драматургии она позволит, ну, вожделеет, чтобы раскрыть свой потенциал, да, вот это, конечно же, величайшая опасность и, конечно же, нас, людей, преследует громадный страх, пускаясь в этот грандиозный эксперимент, и на самом деле просветление, слияние с целостностью, оно не так безопасно, как кажется, и это, как это, как говорил один из моих учителей, это не смотреть на свой пупок и говорить ом каждые полчаса, да. Вот здесь, пожалуйста, Вадик, поподробнее, чем опасно просветление для всех нас? Я думаю, что оно опасно тем мраком, которым на самом деле является целостность, как мне кажется, и в самом слове просветление, да, уже скрыт ответ, то есть просветление некой бездны неведомого, да, то есть причащение к свету, да, то есть озарение тех глубин, какими мы являемся на самом деле. И недаром вот вершиной контента пути игры, школы игры, в частности, является знакомство с даймоном, и второй модуль этого, у меня, этого продукта, да, является даймон за пределами света. да, и какой силой любви и открытости и бесстрашия нужно обладать, чтобы шагнуть в свою целостность, чтобы принять весь масштаб неведомого, чтобы преодолеть разделение на ведомое и неведомое, да, чтобы окунуться в этот бездонный мрак и понять, что свет это всего лишь маленький эпизод эволюции, да, это вспышка, да, свет возникает только в результате того, когда кто-то сгорает, кто-то прикладывает творческую мощь, чтобы вспыхнуть факелом и так далее, и так далее, да, а потом этот свет снова поглощается бездонным мраком и развить, конечно же, эту открытость, доверие, любовь, да, к этой бездонной, этому бездонному пространству, я люблю называть это женским пространством, да, и апеллировать уже к таким явлениям, как анимус, анима и так далее, да, и, конечно же, вся эта бездна мрака, без мужского качества и амбиций осветлить, да, осветить эту бездну, так и останется во мраке, да, а мужское так и не воспользуется нефтью этого бездонного женского, да, и вот танец союза этой бездны и творческих усилий для меня это очень сильная и трогающая меня метафора, да, и недаром, опять же, божества, которых ты упомянул из буддийского пантеона, тантрические, сдвоенные божества, полные радости, гнева и умиротворения и так далее, большинство из них они в формах союза, да, и женская кровососущая энергия, на самом деле транслирующая невероятный ужас, да, и манифестирующая отсекающие ножи, черепа с кровью эго и так далее, и мужской светоносный, который выдерживает героически этот танец, это буйство эротическое, да, поглощающее, пожирающее, и так далее, да, и вот в союзе этих двух, да, ну это уже тантрические контексты, опять же, пути к просветлению, и о них у нас есть с тобой грандиозный эфир, как ты помнишь, в день 8 марта мы буйствовали, размышляя обо всем об этом, вот, одним словом, я думаю, что мы уже с тобой забросили очень много всевозможных крючков, да, и я на самом деле хочу представить твой курс, что такое просветление, да, и пригласить всех в бездны твоей информированности и умения развернуть алмаз того или иного явления со всех сторон и показать, и предложить выбор, да, всевозможных путей, но самое главное, что я думаю, мы всколыхнули сегодняшним эфиром, это то, что это необходимая составляющая современного, современного человека, да, без исследования, подключения, влюбленности в эту бездну, в эту нефть, да, современный человек оказывается, к сожалению, обескровленным, да, и заигрываясь в свои игры, иллюзорные по своей природе, субъект-объектные, двойственные, он так и проживает свою жизнь, так и не подключившись к сути, к недвойственной манифестации жизни как таковой, да, и поэтому, конечно же, исследовать этот путь и осознать то, что просветление это не где-то там, каждое мгновение пронизано и просветлением, да, и просветление, можно таким трюизмом подвести черту, да, просветление изныло это желание быть, вступить с тобой в игру, выразиться через тебя, выразиться через тебя, да, все, я завершаю свой монолог, по-моему, он оказался в любительной эмоциональной. поговорим о другой тоже интересной всей теме, вот, что такое, ты уже, вот, Вадик, ты опять исчезаешь, опять, неужели у тебя перерыв и выход, другой смартфон разрядился, я хотел задать вопрос, и, вот, пока тебя нет, я все равно этот вопрос задам, а что такое духовность, что такое духовные практики в повседневной жизни, и наверняка среди участников нашего эфира есть также духовные путники, люди, которые, ну, не один год следуют под руководством каких-то известных, великих мастеров, идя по пути той или иной духовной традиции, и, безусловно, у вас уже есть колоссальный опыт в этой традиции, может быть, в других традициях, у вас есть и достижения, и, возможно, разочарования, вот, как разочарования были у меня, когда я на протяжении десятилетних практик не почувствовал ощутимых духовных плодов, и обнаружил, что я, возможно, был в плену романтических представлений о просветлении, как о некотором универсальном заменителе всех других направлений развития, как о универсальном золотом ключике ко всем другим дверям развития, и я обнаружил, что пути развития, высшего развития, они неисповедимы, как о пути господни, и они ведут не только в лоне классических духовных традиций, мировых религий, мистических путей, но и каждый миг жизни может стать духовной практикой. Вот один из ключей, я уже говорил, это практики бесконечности. Именно благодаря этим практикам, которые воссоединяют нас с первоисточником, мы и становимся по-настоящему людьми, мы можем быть по-настоящему живыми, полными, проявленными, и в качестве вот такого широко известного примера, такой практик бесконечности, я напомню вполне кому-то известную практику «Помни себя, Георгия Ивановича Гурджиева». Так говорил Гурджиев своим ученикам. «Помни себя» в контексте тренинга «Четвертого пути» означало «Помни, кто ты есть на самом деле». И на гурджиевском языке «Ты сущность, ты бесконечность, ты основа, ты не личность, ты не частичка». И сам он, конечно, и являлся прежде всего живым свидетельствованием. Того, кем каждый из нас является, сущностью. И мы можем найти ключевые аналогичные практики подобного типа во всех духовных традициях. Ну, скажем, хорошо известны мне традиции тибетского буддизма. И в дзокчене эта практика называется гуру-йога, то есть единение с состоянием мастера. И главная передача, главное посвящение, которое дает учитель дзокчен, это ознакомление с твоей собственной природой, с твоим собственным истинным состоянием. Просветленный мастер становится образцом, он отпечатывается в твоих зеркальных нейронах, он частичка тебя. Ты, побывав на прямой передаче, на прямом ознакомлении о своем истинном состоянии, становишься сопричастным этому состоянию и можешь развивать его через, сейчас я Вадика опять подключу, он на время вышел, через свой собственный опыт. Поэтому что-то подобное гуру-йоги, практике бесконечности наверное является привет Вадик опять, Простите меня, я выпадаю как Я не прерывал нашего эфира и уже начал рассказывать о духовных практиках в повседневной жизни. Я напомнил о практике «Помни себя» Георгия Ивановича Гурджиева и уже перешел к рассказу о корневой практике тибетского буддизма и традиции дзокчен, гуру-йога, единение состояния мастера, основой которого является ознакомление мастером с твоим истинным состоянием через различные ритуалы, формы, методы. Учитель помогает тебе объединиться с его состоянием и открыть в себе через это объединение такое же состояние в тебе. и на уровне нейросети в зеркальных нейронах в этот момент создается отпечаток состояния мастера в тебе и ты несешь его, сверяйся с ним, возвращайся к нему в своей ежедневной практике. И вот это целая серия практик, которые мы могли бы назвать практики бесконечности. И мы можем, ну, прежде всего, на корневом уровне через гуру йоги, через то, чтобы помнить свое истинное состояние, но бесконечность во всем, бесконечность везде, бесконечность пронизывает все и проявляется во всем. Ну, и прежде всего, конечно же, лики бесконечности проявлены в красоте. Когда мы говорим, о, как это прекрасно, то в этот момент мы в бесконечности. Да, потому что красота – это и есть выражение бесконечности. Когда мы воспринимаем что-то как красивое, в этот момент мы в бесконечности, потому что красота всегда в глазах смотрящего. Мы и произведения искусства, предмет красоты в этот момент единый. Более того, мы едины состоянием Творца, который это создал. Мы в мире Достоевского, мы в мире Матисса, мы в мире Дали, мы в мире Демчога в этот момент на его Гамлете. Мы поражены, как красиво. Боже мой, мы в этом бесконечном состоянии. Поэтому, конечно же, искусство является не только высшей эволюционной практикой, но также важнейшей духовной практикой для всего человечества, доступной нам с самого раннего детства. Вадик, пожалуйста, вот твой опыт. Что для тебя является любимыми практиками духовными в твоей жизни и в твоем творчестве, в твоем обучающихся программах? Я знаю, что... В любом случае, во-первых, я извиняюсь, что у меня телефон отключается. Я не доглядел перед эфиром с Володей и не зарядил как следует телефон. Но когда я подключен к электросети, телефон, тем не менее, почему-то не набирает необходимой энергии, чтобы продолжать эфир, и я вылетаю, подключаю и снова включаюсь. Поэтому прошу простить мне этот момент моей неосознанности. То, что касается практик, то, конечно же, путь игры представляет собой целый разворот методов, которые, конечно же, с определенными оговорками можно назвать причастными к тому, что в мире людей называется просветлением. То есть переживание целостного, ну, единства, слияния с потенциалом пространства и выражение творческих возможностей сознания как такового. И поэтому об этом нельзя говорить. И я люблю кокетничать, что об этом даже бессмысленно говорить. В этого всё нужно просто входить, этим нужно просто становиться. И самый главный тренд школы игры – это в том, что с помощью очень простых игр, некоторых раскладов и правил, человек просто погружается, впрыгивает в это переживание, в это состояние, из его кончиков пальцев начинает выстреливать энергия, полушария меняются местами, в нижней части живота начинает пульсировать бабочка или ветвится некий змей, который поднимается вверх к макушке. И возникает этот образный разворот, когда человек переживает себя способным творить мир. То есть не просто себя или какие-то явления, а способен развернуть из себя весь мир. Я думаю, это то, что артисты могут подарить миру. И, конечно же, элементы красоты, сокровенной красоты, о которых говорит Владимир. И я, конечно же, пользуясь, опять же, с подачей, Володя, приглашаю вас и на спектакль «Кто гамлет?», который пышет и вибрирует ужасающей красотой. То есть демонстрируя красоту тех бездн, которые балансируют на грани омерзительности, неприятия, то есть отторжения двойственному персонажу очень неловко в этой ситуации. И это вот как раз тот уровень, с которым хочется экспериментировать, приглашая в те бездны, на самом деле бесконечно плодородные, того ужаса, как говорил Караваджо, ужас преодолевается изображением ужаса. И вот поиграть в эти глубины, занырнуть на те уровни, когда дыхалки не хватает, и хочется просто уйти из зала и так далее, и так далее. И это, конечно же, «Кто гамлет?». Но при этом, при всём, самая манкая и чарующая отзывы, которые после спектакля, это отвратительно, но это так красиво. И вот эта амбивалентность, которая приковывает зрителя к креслу, вот это меня, конечно же, очень чарует и позволяет делать эти садомазохистские жесты для того, чтобы всё-таки позволить человеку прикоснуться к той невероятной силе, какой он в этих глубинах и в признании себе этой бездны мрака обладает. «Кто гамлет?» — это вопрос «Кому?» Вынеси название. Ещё по-другому чуть-чуть. «Кто гамлет?» — «Быть или не быть?» — это вопрос? «Быть или не быть?» — это вопрос вообще. Для нас «быть» — это уже как бы суть. «Не быть» — это как бы даже не вопрос. Так вопрос не ставится. Одним словом, я приглашаю вас внутрь этой сокровенной красоты, этой бездны, непринимаемого нами. И вот Владимир коснулся как раз теневого выражения, которое мы опрокидываем на внешний мир. И на самом деле тот ужас и та мерзостность, которую мы отторгаем во внешнем мире, на самом деле это всего лишь зеркальное отражение наших глубин. И умение справляться с этой образностью — это, конечно же, такой глубокий, не скажу психотерапевтический, потому что я всегда кокетливо отторгаю от себя психотерапевтический контекст. Это не та территория, которой я хочу заниматься. Я для здорового. Я занимаюсь этим, потому что это прежде всего, в том числе это психотерапевтический. Не вискер, потому что только-только соприкасаясь со всем миром, мы становимся более целым. И, конечно же, самое быстрое направление нашего исцеления, развития — это движение в сторону тени, которую иначе, в противном случае, мы начинаем проецировать на ближних, на всех людей, на все другое, на все религии. Мы не воспринимаем свою тень, потому что мы не знаем ее, потому что мы отвергаем ее, потому что мы слишком односторонние, однобоки. Поэтому, конечно, исцеление через танец тени — это одна из самых быстрых методов нашего роста. Поэтому не кокетничай, пожалуйста. Я тоже всех приглашаю на исцеляющие мистерии. В артистическом мире мы, как персонажи, конечно, можем позволить себе всевозможные уровни кокетства и так далее. Как говорил Юнг, знакомство с тенью — это для подмастерьев. Знакомство с ужасом анимы — вот это для мастеров. И вот об этом как раз второй спектакль, на который я тоже хочу, пользуясь случаем, раз уж Володя предоставил мне возможность это выразить, да. Это бездна. Это женский контекст, да. Это четыре чудеснейших, мощнейших дивы, выросших вот в поле театра Орликиниады и наших глубинных исследований природы творчества. И они создали потрясающий спектакль о женской природе. И вот эта бездна, которая разверзается, казалось бы, через невинный стендап. Поначалу, где петелька-крючочек, всё цепляется одно за другое, и потихонечку, да, зритель заглубляется на какие-то уровни, на которых язык теряет смысл. Всё переходит уже на некий другой язык, единство всего со всем, да. И женщины сливаются в одном едином танце взаимоузнавания и так далее. Одним словом, это тоже такой эмоциональный, очень глубокий контекст диалога с залом. Я всех приглашаю присоединиться к этой глубокой истории, в которой и в первом случае, и во втором, и в «Кто гамлет», и в «Бездна», да, театр действительно предлагает ключи и язык для прикосновения или, да, для вхождения на территорию просветления через такие элементы, как красота, изящество, диалог, да, и нахождение тех самых форм, которые чаруют нас, да, затягивают внутрь с помощью вот методов искусства и так далее. Володенька, по-моему, я ответил на твой вопрос. Спасибо, маэстро. Скажи, а вот ты каждый день что-нибудь, ну, практикуешь или тебе уже не нужны практики? Смотри, нет, 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 да. Не практикуешь, не нужны? Нет, практикую, да, потому что, конечно же, за садом надо ухаживать. И вот эта вот метафора того, что мы работаем с природой сознания, ну, никак никуда от этого не уйти. Очень абстрактный термин. Сознание едино. Уровень опасности этого неизвестен, Шредингер, да. И, конечно же, мы вынуждены притягивать какие-то духовные пути, которые, ну, хоть как-то персонифицируют нам эту плодородную почву. Сознание, да, которое вмещает в себя и пласты бессознательного, и коллективного бессознательного. Но это всё очерчивается этим грандиозным кругом под словом «сознание». И ребёночек с детства, играя в те или иные игры, испытывает на прочность и расширяет, и осваивает эту территорию сознания, да. Игрушки становятся дороже, да. Всё, люди начинают играть в социальные игры, в войны. Илон Маск уже идёт, летит, посылает ракеты куда-то уже в ноосферу и так далее. Одним словом, мы и на территории, на своей территории, я персонифицирую природу сознания как театр. И для меня, конечно же, ухаживание за сознанием в форме театра реальности, да, предполагает практику. У этого театра, конечно же, есть сцена. Я называю её внутренней сценой. И в зависимости от тех спектаклей, которые я разыгрываю на этой внутренней сцене, внешний мир раскрашивается теми или иными красками. То есть я беру ответственность за творческий акт, который разыгрываю в форме тех или иных сценариев, которые проигрываю в своём сознании. И есть, конечно же, ритуальные конструкции. Это и базовые медитации, и тренажёрный зал, и наш знаменитый торус, работа с энергиями, и контекст методов Даймон, знакомство со своим собственным гением, вхождение в диалог с ним, в диалоге с кем вы творите свою реальность, и так далее, и так далее. И разные концентративные, медитативные методы, где наше внимание, там наша энергия, на чём мы концентрируемся, то мы и транслируем в мир, и так далее. И, конечно же, здесь опрокидывание на себя кого-то, кто превосходит мои возможности во много раз и может объять собой целостный потенциал сознания, это, конечно же, главная практика. И потом интегрирование себя целостного, себя просветлённого в каждое событие жизни. Это и есть на самом деле практика, дисциплина, и на каждое наше слово, конечно же, работает вся Вселенная. На каждое наше действие, на каждое наше событие, ситуацию, сцену, реакцию работает вся Вселенная. И если мы вырабатываем такой навык, то, конечно же, мы создаём эту ритуальную структуру, которая рано или поздно позволяет нам осознать, что просветление всегда было, есть и будет здесь, с нами. И вот это мой путь артистической дисциплины, которую я предлагаю миру, и которая, чем дальше, тем больше обретает эту уникальную популярность в мире обычных людей, а не артистов. Потому что слишком уж просты метафоры, все могут представить себе театр, и они понимают себя всё больше как театр реальности, опрокидывают его на себя и интегрируют в каждое событие жизни. И любая, на самом деле, любой эмоциональный захват, помещенный в силовое поле театра реальности, превращается в факт искусства. Да, он становится фактом искусства. Как грандиозно я переживаю эту грёбаную депрессию. Какой офигительно талантливый артист, с какими подробностями проживает эти депрессивные потоки сознания. Как грандиозно я переживаю эту зелёную тягучую ревность, эту обиду на то, что кто-то меня предпочёл другому. Как грандиозно я переживаю эту гордость, когда все вокруг плебеи, чмошники и козлы. Я один понимаю, как всё функционирует. И это грандиозная роль. И она становится фактом искусства. И понимая, что нас всех захватывают эти мгновения, и наслаждаться этим театром великое наслаждение, блаженство, радость и счастье, как мне кажется. Кстати, какие-то очень важные духовные практики в искусстве я впервые нашёл в творчестве Каледасы. Это драматург индийский и великий буддийский практик. И вот я прочитал её на английском языке, правда, на русском, по-моему, эта пьеса не приведена. Пьеса, которая называется Joy for the World – «Радость для мира». И я был поражён, что четыре акта этой пьесы полностью соответствует буддийской практике, великой буддийской практике четырёх безмерных или четырёх великих катализаторов жизни, благодаря которым вот эти пять базовых негативных эмоций, и клеша мрачений, которые ты перечислил, преобразуется в высшую мудрость. Пять фундаментальных мудростей. Но, скажем, если мы милосердны к себе, то наша привязанность, наша ограниченность, эгоистичность начинает преобразаться в различающую мудрость. Если мы начинаем культивировать дружественность, вот наша человечность в отношении ко всем другим людям и шире живым существам, то характерная спонтанно для нас ненависть, злоба, отторжение, вот энергия расталкивания, преобразуется в зерцовоподобную мудрость. Если мы начинаем радоваться успехам других людей, то тогда наша зависть начинает трансформироваться в мудрость всеосуществляющегося действия. И это не знают многие люди, реализующие во внешнем мире, бизнесмены, политики, социальные деятели, что если мы не научимся радоваться успехам других людей, то мы никогда не сможем стать великими реализаторами своих идей, своих планов предосвечешь успеха в этой области. И вот я был поражен, что в органическое действие человеческой драмы в качестве метакаркаса была вмонтирована практика четырех безмерных. И аналогичные вещи я нахожу в творчестве Гротовского, в творчестве Антониена Арто, в творчестве Тарковского. Они мастера создания пространств, которые преобразуют зрителя вот через эти механизмы сокровенного министерийного театра. И вот мое последнее потрясающее открытие было связано с творчеством Лены Вачовской, которая сделала вот этот семинар, сериал «Восьмое чувство», там 22 фильма, большинство снятых ею. И это тоже пронизано вот этими трансформацией, преображением, духовными практиками, межчеловеческим отношениями и красотой. Красотой. Красотой во всех измерениях жизни. Мне кажется, это вот потрясающие возможности и миссия искусства в одухотворении. Мир. Недаром Достоевский говорил, что мы все знаем, красота спасет мир. Ну и, конечно, красота в глазах смотрящего – это другой ключик к этой двери в Страну чудес. Вадик, что бы ты еще хотел вот сказать участникам нашего эфира в завершение? Темы, послания? Да. Это везде. Можно говорить бесконечно об этом. И, конечно же, я еще раз хотел сказать всем участникам нашего эфира, что и Вадим, и я мы не считаем себя просветленными мастерами какой-то существующей или открытой нами традиции. Мы обычные нормальные люди, но ищущие, нетерпеливые, страстные, ищущие возможности жить на всю катушку и творчески с каждым мигом. И с этим связан нас настоящий глубокий интерес ко всему, к искусству и к духовным традициям. И, конечно же, пожалуйста, не усматривайте вот в сегодняшнем эфире какую бы то ни было критику, каких бы то ни было великих духовных традиций и их неприходящих сокровищниц. Главный пафос, например, вот моих слов состоял в том, что нам нужно стать еще более современными, еще более прозорливыми, еще более исследовательскими для понимания сути духовных посланий и того, чтобы воплотить их в нашей жизни, которая изменилась. То есть нам нужно стать реальными, бдительными, терпеливыми и использовать для этого все доступные инструменты, в том числе инструменты познания современной науки, инструменты знаний искусства и познания сути искусства и мастерства. Вадик, громадное тебе спасибо за этот эфир, маэстро, я восхищаюсь тобой. Спасибо, дорогие участники нашего эфира. Володя, взаимное восхищение. Я действительно рад был смешать наши полушария, и как-то взаимоперетечь и насладиться этой игрой метафор. В любом случае, я думаю, что этот эфир будет иметь продолжение, в частности, вот на твоем курсе, что такое просветление, потому что я действительно поражен твоей деятельностью, активностью, интуитивным чутьем, что интуитивным нюхом на то, какой максимально важный запрос сейчас есть в обществе. И, конечно же, эта тема сейчас очень запрашиваема, и я думаю, что это будет очень успешный курс, на который я всячески всех приглашаю, чтобы эту тему рыхлить, смешиваться с ней, и я готов всячески поддерживать, да, эту активность, если у тебя появится желание еще как-то пролонгировать этот разговор, да, и мы найдем новые метафоры, и снова уйдем надеемся, что мы найдем новые метафоры, и так далее. Да, в разных формах. Спасибо всем, всего доброго.